Достаточно. Да, и как только мы убедимся, что имеем большинство, возвращайся в свою родитель и оставайся там, пока всё это не закончится. Опишел Филипп. Близкое знакомство может породить презрение. Мелиус энергично взмазнул отточенным ножом. Ты не знаешь своих монахов, ты прирождённый вождь, но можешь покорно склонить голову и снести укор, словно книг. Ты знаешь священное писание и умеешь делать лучший в стране сыр. А ты не преувеличиваешь? Не сильно. Поверить не могу, что у людей сложилось обо мне такое мнение. Да это же неестественно, конечно, согласился Мелиус. Слегка пожар плечами. И это впечатление развеется, как только они узнают тебя поближе. Если бы ты здесь остался, ты бы потерял свою ауру. Они бы увидели, как ты ковыряешься в зубах и чешешь задницу. Услышали, как ты храпишь, и узнали, как уж ты есть, когда у тебя плохое настроение. Пять не дает гордыня или у тебя болит голова, а я этого не хочу. Пусть они видят, как Ремигиус каждый день совершает всё новые и новые ошибки, в то время как твой образ будет оставаться в их памяти сияющим и совершенным. Но я не хочу так, — обеспокоенным голосом воскликнул Филипп. В этом есть что-то бесчестное. — Ничего бесчестного здесь нет, — возразил Мириус. — Это просто трезвое рассуждение о том, как славно, будучи фреором, ты смог бы послужить Богу и как плохо правил бы Ремигиус. Филипп покачал головой. — Я ангелам. — Хорошо, я уеду. Так или иначе, мне нужно вернуться в лес. Но мы обязаны быть откровенными.